Друзья мои, приветствую вас на своём канале. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, обсуждайте, потому что очень часто новые посетители, новые друзья, они просто заходят, читают ваши комментарии и благодаря им или же остаются, или же уходят. Итак, опять Туркменистан. Почему опять? Да потому что никак не родит новое правительство Туркменистана правду для своего народа. Я уже размещала, делала сравнительный анализ, я твёрдо уверена, что его нет. И вы помните, что я вам говорила на все обвинения, которые шли в мой адрес, что подождите конца месяца. В конце месяца всё начнёт развязываться. Я, конечно, ожидала несколько другой развязки, но, тем не менее, развязка наступила благодаря информации, то есть новостным каналам, телевидению Туркменистана. Телевидение, друзья, это тот объект информации, который, конечно же, в Туркменистане принадлежит государству. А где телевидение не принадлежит государству? Особенно на постсоветском пространстве. Везде. Так вот, начиная с конца июля, телевидение Туркменистана всячески пытается высосать из пальца, достать из архивов информацию, которая бы опровергала слухи о смерти президента. Президент Туркменистана, Берды Мухаммедов, умер. Его нет. И его нет уже давно. Напомню тем, кто только зашел или же не в курсе, по моим данным, он отдыхал где-то в море. Ему там стало плохо. Это именно почечная недостаточность. Его привезли в Туркменистан, куда следом выехали врачи из Турции. И, в общем-то, на этом все. Что на сегодняшний день происходит? Я уже даже не смотрю новости Туркменистана, потому что растет рейтинг канала, потому что все-таки произведены некие действия. Я понимаю телевизионщиков. Я их очень хорошо понимаю. Мне жалко артистов. Единственное, что мне не жалко артиста Туркменистана, который призывал власть расстреливать. Вот за это я бы этого артиста самого расстреляла. Правда, я этого сделать не могу и не призываю, потому что я против насилия, особенно в такой форме. Мне только одно интересно, как он будет жить дальше, как он будет петь и кто на его концерты пойдет. Ну, на этом я думаю, что мы его оставим в покое. Бог ему судья, Аллах ему судья и все святые придачу. Что сегодня случилось? Сегодня 8 августа. Как всегда, телеканал Туркменистана в новостях попытался воскресить президента Туркменистана Аркадага Берды Мухамедова. Я зашла на свой аккаунт и мне прислали ссылочку на новости и более того, еще на такой же выпуск новостей, но, друзья мои, датированный 4 апреля 2019 года. Я внизу оставлю ссылки. Зайдете, посмотрите. Ну, вы знаете, что, по-видимому, уже, по-видимому, творчество телеканала уже все. То есть, нет уже никакой смекалки, нет никакого творчества, уже хитрость и спид. То есть, ну, исчерпали себя люди. То есть, творчество кончилось. Нет его. Ну, а посему это значит, то есть, в очередной раз телеканал Туркменистана подтвердил, что Аркадага нет. Что я хочу сказать? Я завтра постараюсь сделать анализ на выходные, на 11 число. Но я хочу предупредить всех жителей Туркменистана. Пожалуйста, включайте режим экономии, закупайте какие-то продукты, потому что деньги банально выводятся из страны. 10-11 числа Туркменистан сядет в полную лужу, потому что будут расторгнуты некоторые договора. Страна будет терпеть убыт. Почему молчат? Молчат только потому, что чиновники, которые бесчинствовали и воровали, они всеми силами стараются выводить свои деньги и выезжать, возможно, за рубеж, или же идет просто-напросто раздел страны. Что касается того, что может быть дефолт или какой-то майдан, который был в Украине. Да, друзья, такое возможно. Из того, что я знаю, из того, что я вижу, пытаются руководить люди извне. Люди, которые якобы сочувствуют Туркменистану, но это не те люди, которые нужны Туркменистану. Проблема в том, что мужское население Туркменистана ждет, когда восстанут женщины. Такое будет. И будут потери. Будут потери, мои хорошие. Они уже сейчас есть. Вот вы знаете, я просто пока не хочу дальше ничего говорить. Единственное, что я хочу попросить вас, пожалуйста, будьте осторожны, поддерживайте друг друга и ни в коем случае не предавайте. Не стоит ни один чиновник, ни один президент того, чтобы предать такого же человека, как вы сами. Нельзя этого делать. Наибольшего греха, я думаю, в сегодняшней ситуации не будет. Все образуется. Все придет на круги своя. Поверьте, все будет хорошо. Жители Туркменистана, которые заходят только сейчас и не знают или же не помнят, о чем я говорила, пожалуйста, зайдите в плейлист «Новости мира». Там все мои материалы. Пожалуйста, посмотрите, и вам многое-многое станет понятно. Будет все хорошо, но будут потери. Будет нищета, будет холод, будет голод. Люди будут убегать, люди будут бастовать, люди будут сражаться за свободу. Это все будет. Самое главное. Самое-самое главное. Я даже не думала, что туркменский народ настолько похож с нами, настолько они добры, настолько они доброжелательны. Потому что то, что я читаю, я читаю все ваши письма, я читаю все ваши послания, я некоторым отвечаю, кому-то я просто удаляю и меняю какие-то, как говорят, пароли явки, потому что вы сами об этом просите. Я знаю, как вы живете. И я помню, как мы жили, получая по талонам и сахар, и муку, и все на свете. Я знаю, что у вас включен режим экономии, что вы не можете снять деньги в банкоматах и вообще вам перекрыли доступ к финансам. Я боюсь, что этих финансов уже нет. Я боюсь, что эти финансы уже давным-давно где-то за рубежом. Я этого очень боюсь. И я так хочу ошибиться, вот очень. Вот здесь я бы хотела просто-напросто ошибиться, чтобы это было моей ошибкой. Но, к сожалению, это может быть правдой. Что я хочу вам пожелать? Пожалуйста, берегите себя, гоните нервозность. Мышление должно быть позитивным. Избавляйтесь от мыслей о насилии. Избавляйтесь от мыслей причинить кому-нибудь зло. Тогда вас поддержат. Если же вы будете провоцировать, если вы будете призывать к насилию, то, конечно же, будет кровь. Просите у Аллаха защиты и помощи. Поверьте, она к вам придет. Потому что то, что происходит сейчас у вас в стране, это не случайность. Это решение свыше. Это решение свыше. И те люди, которые придут к власти, которые захватят власть, которые начнут бросать людей в застенки, которые начнут отнимать и займут место царя в том же облике, они долго не продержат. Точно так же уйдут в мир и мы. Поверьте мне. Мои хорошие. Держитесь, пожалуйста. И самое главное.